всем добрый день сегодня 25 сентября 2020 года и мы снова с нашими щенятками и взрослыми чихуахуа ловим последние теплые денечки как говорится бабье лето у нас в крыму нам наверное даже лето можно назвать вот мы на прогулочке вот малыши все дышат свежим воздухом и конечно же я с ними под присмотром они у меня потому что наедине я их конечно самими собой не оставляют на улице вот в этом видео я хотела рассказать вам о ценах на щенков и почему с чего складывается цена да по моему мнению лично очень часто мне пишут личные сообщения там и под видео спрашивают сколько стоят щенки вот и просят щенков подешевле там в районе пяти десяти тысяч ну и указывают на то что мы готовы подождать но вот мы хотим щеночка для души поэтому мы не хотим дорого и хотим его значит подешевле сразу хочу объяснить что что вы понимали вообще что такое щенки чихуахуа разведение чихуахуа в принципе это касается всех мелких пород нашей особенности во первых чихуахуа рожает как у всех нормальных заводчиков не более одного раза в год очень редко бывает два раза в год это зависит уже от заводчика самого от его желания ну как бы от здоровья собаки такое можно как бы в принципе один-два раза в жизни как бы экспериментировать что-то это правильно сказать но не чаще то есть принципе собака рожает девочка один раз в год это раз во-первых эту девочку нужно сначала как бы где-то взять да сначала там купить либо получить уже как бы от своих собак вот как это происходит иногда у меня вот ну допустим купить тоже бесплатно они по улице не бегают на никто их как бы бесплатно не раздает допустим вы купили собачьим по чихуахуа вы ее вырастили и дай бог чтобы она выросла до того размера что чтобы можно было ей рожать это в первую очередь мы говорим о чистокровных естественно чихуахуа если вы купили подешевле то вполне вероятно у вас вырастет вообще не чихуахуа это может быть метис это может просто какая-нибудь маленькая прекрасная собачка которая может вас радовать ну которую в разведение пускать естественно нельзя учитывая что либо маленький размер либо вообще если эта собака там метис и как бы пускать в разведение таких собак естественно не рекомендуется да и какой смысл вот ну допустим ваша собака выросла нормального размера это хотя бы там два с половиной килограмма три до и ей можно как бы попробовать родить щеночка сначала вы должны девочку сводить либо на племосмотр в клуб либо вы должны ее сводить на выставку чтобы понимали что на выставке вам не платят деньги за участие а платить и вы выставка стоит минимум 1500 до 3 3 с лишним тысяч за участие выставки и учитывая что независимо от того что получит ваша собака на выставке это отдельная тема выставки хорошо допустим ваша собачка без документов типа как все хотят сейчас на без документов подешевле хорошо вы ее повязали без документов а такое бывает кто-то это сильно осуждает кто-то это приветствует в любом случае это существует ваша собачка забеременела документами на любви либо без документов ну да чуть меньше потратились если без документов чихуахуа очень малоплодная собака то есть все мелкие породы то есть стандарте три щенка это уже хорошо родиться может один родиться может два родиться может и 6 бывало такое что рождались 7 практически двойные пометы что не всегда бывает тоже хорошо потому что щенки в этом случае рождаются более мелкие и менее как говорится из них выживают все то есть в любом случае чаще всего щенки первые дни погибают учитывая что они сами по себе естественно в многоплодных пометах рождаются мельче вот слабее бывает по-разному вот если ваша собака родила трех щенков и тоже не говорит о том что они все выживут даже в на момент того когда они говорится выходят на белый свет они могут поджастрять захлебнуться то есть не всегда бывает возможность реанимировать щенка то есть смертность к чему я веду смертность очень высокая к сожалению потому что бывает и замершая беременность в нашем питомнике была замершая беременность у собаки учитывая что она посещала и выставки до этого рожала документы очень дорого у нее стоили все эти выставки очень много было вложено собачка забеременела да но она беременность у нее замерла то есть такое тоже бывает вот мы ожидали получить одеток у нас не получились как бы неудачная такая вот попытка хорошо очень редко даже скажем менее 50 процентов чихуахуа рожают сами то есть чаще всего это кесарево сечение учитывая что собака маленькой породы учитывая что вот такие вот рождаются щеночки с головочкой как все очень любят это очень модно это очень породно яблочко это яблочко очень трудно проходит в родовых путях и собака не может разродиться чем мельче она тем ей сложнее чаще от этого собаку приходится кесарить кесарево сечение делается ветеринарной клинике естественно под наркозом это операция полосная ветеринарные клиники за это берут определенную сумму и поверьте на сегодняшний день кесарево сечение стоит от 10 до 20 и выше зависимости от ситуации зависимости от течения операции тысяч рублей то есть потом собачка приходит в себя щеночки тоже как бы подвержены до наркоз после после кесарева не всегда щеночки выживают потому что до них тоже доходит наркоз то есть это все очень хлопотно хозяин который на данный момент то есть принимает эти роды он не работает он не спит он вообще не участвует в жизни своей семьи он полностью посвящает все свое время собаки и дай бог если все хорошо ну первую неделю точно 24 часа собака должна быть под наблюдением чтобы не было осложнений после родов то есть прокалываем мы там и препараты подкладываем щенков чтобы они сосали взвешиваем от одного до трех раз в день чтобы убедиться что они набирают вес если они не набирают вес мы их мы от них вообще не отходим и то есть постоянно под контролем держим потому что первые дни у чихуахуа критически и если даже там щеночка послабее не обращать на него внимание он погибнет то есть если не давайте возможность ему жить прикармливать ситуации бывают разные но на этом все не заканчивается щеночки растут слава богу крепкие здоровые если все хорошо и никуда уехать вы не можете но если только с собой их возить до маму щенками оставить вы их не можете мамочку и должны тоже кормить следить чтобы она хорошо кушала хорошо ходила в туалет не дай бог меня не началась и каламсе и каламсе это потеря кальция при том когда собака кормит щенков она очень сильно теряет кальций за этим всем нужно очень следить давать анализы даже до такого кормить правильно прокалывать поддерживать до собачку есть собачки там генетически простите по наследству передается такая болезнь слава богу мы с ней не сталкивались но мы всегда эту болезнь как бы ну знаем что она существует и всегда у нас профилактика эколомпсии существует то есть кому непонятно что это почитайте в интернете при неправильном уходе кормящей беременной кормящей мамы собаку можно просто потерять щеночки растут начинают открывать глазки мы начинаем мамочку кормим как можно лучше правильно щеночков мы начинаем значит глистовать готовимся плановой вакцинации все это не одним днем да все это идет по графику чук-чук-чук-чук иди скорее скорее сюда вот вот такой вот золотой ребенок получение документов да на щенка в клубе там то есть это все хлопоты это все затратно но самое наверное дорогое из выращивания до разведения чихуахуа вот конкретно лично я рассказываю вам про себя это мое личное время то есть мое личное время занято полностью вот этими прекрасными малышами да мне это нравится если бы это не нравилось этим бы невозможно было заниматься я обожаю своих чихуашек но я просто хочу объяснить что мой труд я не работаю да я полностью посвящаю своим собачкам себя 24 на 7 у меня особо нет таких больших помощников слава богу у меня есть мама которая там помогает мне да там бывает остаться куда-то уехать буквально на полдня на несколько дней в принципе я уехать не могу особенно когда у нас в доме щенки за которыми каждую секунду нужно ну как бы держать их под контролем как бы не казалось что то это не игрушка после там где посадил там и взял они могут и наживаться чего-то чего угодно вот и покормить их нужно вовремя и простите убрать за ними нужны какашули и писюли а теперь как бы добавлю еще о кормлении можно говорить много допустим пусть это будет форм премиум класса хотя я собак кормлю мясом и овощами мы на натуралке но формы тоже покупаем это же как бы щенков подкармливаем это отдельная история он тоже стоит ну как бы допустим тот же роял к ним стартер до килограмм стоит около 600 рублей чтобы вы понимали да можно посчитать там она не особо много выходит но в количестве в любом случае это затратное щенка нужно кормить потом щеночки ходят и приучаются дома ходить на пеленку хорошо нас есть возможность выгулять щеночков на улице но пока хорошая погодка принципе дома они ходят на пеленку пеленки бывают одноразовые которые тоже стоит денег и менять их нужно просто катастрофически быстро не будет же там какашки лежать я буду ждать пока каждый уголок записывает нет я ими абсолютно стараюсь не пользоваться мы покупаем многоразовые пеленки это такой квадратик примерно вот такой вот такой квадратик 70 на 60 60 на 90 размер вот так вот одна такая пеленочка стоит от тысячи до полутора тысяч рублей и допустим вот я заказала там несколько пеленочек и так раз и там 7000 до допустим я отдала после того мне звонят и год мы хотим щеночка за 5000 учитывая как они рождаются как они начинаются да я еще забыла пропустила что девочка от ветра не рожает да девочку нужно обязательно повязать с мальчиком мальчик естественно выбирается получше желательно чемпион нашем питомнике для этого у нас есть свои кабели которые куплены за деньги водились на выставке готовились к выставкам тратились на них большие суммы вот и то есть завязку мы не платим и щенка завязку мы не отдаем если бы у кого нет своего кабеля то они обращаются как нам обращаются девочки за это они платят либо нам деньги либо отдают нам щенка того вот как у нас есть алиментные щеночки но все не так просто для того чтобы к вам обратились и захотели быть вашей невестой к вашему мальчику каждому поверьте можно открыть интернет и посмотреть сколько мальчиков предлагается для вязки и часто из них так никто и не встретился ни разу с девочкой или раз встретился то есть все это нам известно вот вот примерно постаралась объяснить причем так вообще абсолютно поверхностно не вдаваясь документальные какие-то там подробности откуда складывается цена на щенков и опять же я понимаю я всегда тех людей которые хотят купить подешевле отправляю на авито в общем на любые соцсети к этому огромное море предложений вот правда открываешь там и 5 и 7 и 8 но вперед пожалуйста почему нет а я вам скажу почему потому что вам те щенки не нравятся вам нравятся наши щенки и вы хотите нашего щенка купить по той цене которого щенка щенки вам не нравятся вот получается вот такой вот каламбур и поверьте мне абсолютно не все равно допустим кому попадет вот этот вот малыш на он дорогой кому он попадет человеку простите который сможет обеспечить его не только кормом не только красивой лежаночкой а не дай бог если с ребенком что-то случится нормально ветеринарной помощью и не скажет мне нет денег я не хочу я мне нечем заплатить за услуги ветеринара потому что ветеринарной клинике вас спрашивать никто не будет есть у вас деньги или нет ветеринарной клинике вас спрашивать никто не будет вы мне 5000 заплатите или 10 вам выставят счет в 20 тысяч не дай бог конечно лучше ветеринарной клиники меньше посещать вот как то вот так понимаете все бывает не буду называть имена да вот допустим недавно один выпускник наш попал сложную ситуацию волку сила собака большая да и голову и в общем были огромные проблемы и слава богу что эти люди обеспечены и они смогли оплатить очень 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 дорогостоящее лень на лечение вообще в разных клиниках собаку посылали на лечение в питер но обошлись здесь у нас но это было очень долго слава богу все успешно собака не погибла слава богу и хозяин смог обеспечить дорог очень дорогостоящее лечение поверьте это не просто прививку сделать хотя обычная прививка ветеринарной клинике тоже стоит около 1000 рублей как минимум таких прививок самого начала нужно только две вот и это так далее и тому подобное но опять же повторюсь самое самое дорогое что что есть в моих лично щенках не буду говорить обо всех у каждого свое мнение у каждого свои щеночки да это мой мой уход за ними мой уход это мое личное время потрачено надеюсь все понятно объяснила очень длинное видео кому интересно подписывайтесь спрашивайте слушайте и до новых встреч пока